МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Сохранение гарантий для приморцев предпенсионного возраста, доплата к пенсиям, компенсации расходов многодетным. Парламентарии собрались на сентябрьской сессии и обсудили большой блок социальных вопросов. Во-первых, это будет касаться установления единовременной выплаты в размере 2,5 тысячи рублей. Шлюпочный поход с русского острова в Хасанский район обернулся проверкой. Следователи заинтересовались историей о спасении 37 детей в Амурском заливе. Нам пришлось на это реализировать катерами. Затем глава Хасанского поселения в Амурском поселении 3,5 тысячи рублей. Во Владивостоке зарождается новый туристический бренд. Город-порт может стать столицей морской бутылочной почты. Также в выпуске фотографий с видом на Золотой мост может стать меньше. Во Владивостоке закроют главную видовую площадку на Орлиной сопке. И еще расскажем, меридианы Тихого снова ограничат движение и парковку в центре Владивостока. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. На открывшейся сентябрьской сессии законодательного собрания депутаты обсудили более 60 вопросов. В частности, говорили о доплатах пенсиям, компенсациях на покупку учебников, проезда до школы и многом другом. Повестки заседания «Большой блок социальных законопроектов». О подробности у Катерины Матвеевой. Заседание законодательного собрания Приморья открылось в ручении удостоверений двум новым депутатам Юлии Марченко и Александру Щербакову. А дальше закипела работа. Так депутаты внесли изменения в механизм компенсационных выплат для многодетных семей. Предложили распространить льготные перелёты на местные авиалинии, внести поправки в лесной кодекс и рассмотрели ещё множество важных социальных вопросов. Во-первых, это будет касаться установления единовременной выплаты в размере 2,5 тысячи рублей многодетным семьям на каждого ребёнка и будет расширен перечень возможностей использования этих средств, в том числе приобретения школьных принадлежностей перед началом учебного года. С этим предложением к нам обратилась ещё в прошлом году общественная организация Совета многодетных матерей, другие общественные организации. Вот сегодня мы это сделаем, всё воплощаем в наш краевой закон. Учитывая предстоящие изменения пенсионного возраста, депутаты подготовили законопроекты, которые направлены на сохранение социальных гарантий для приморцев. Так, изменения в краевой закон позволяют воспользоваться региональными льготами мужчинам по достижении 60 лет, женщинам 55 лет. Когда мы говорим о блоке вопросов, связанных с сохранением мер поддержки для лиц предпенсионного возраста, мы действительно их зафиксировали в полном объёме. Более того, мы зафиксировали для себя о том, что уже при формировании бюджета на 2019 год мы будем смотреть, какие из мер социальной поддержки можно будет продексировать или увеличить. Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов и других льготных категорий граждан будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости перелёта на местных авиалиниях. Этот законопроект направлен на то, чтобы у нас упростить передвижение наших социальных таких групп, которые действительно в этом нуждаются и которые мы субсидируем, то есть мы оплачиваем проезд к месту лечения, даём возможность воспользоваться нашим авиатранспортом. По-моему, это здорово, особенно для северных территорий. Уточнили парламентарии и порядок заготовки валежника. Напомним, что в апреле этого года в лесной кодекс были внесены изменения, которые относят валежник к недревесным лесным ресурсам. С 1 января 2019 года можно будет свободно собирать такую древесину для собственных нужд без лишних бумажных хлопот. Приморские депутаты определили порядок его заготовки. Хочу особенно сказать, что особенностью является формулировка и то, что запрещен сбор остатков древесины в местах лесосечных работ. Сбор валежника будет разрешен круглогодично. Всего депутаты обсудили более 60 вопросов. Завершилась сессия обсуждением поправок в закон о днях воинской славы и памятных датах России. Парламентарии предложили дополнить этот перечень днём разгрома японских милитаристов частями первой отдельной краснознамённой армии в районе озера Хасан. Депутаты получили положительный отзыв на эту инициативу в Совете законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Пять полузатопленных рыбацких лодок, предположительно северокорейских, снова заметили у берегов Приморья. Их обнаружил экипаж контейнеровоза Саска-Анива. Между мысами Островной и Низмины в Японском море недалеко от побережья Ольгинского района. Судьба экипажей шхун пока неизвестна. По данным электронных СМИ, было проведено визуальное обследование лодок и поверхности моря. Найти людей морякам не удалось. Судам переданы оповещения об опасности со стороны обнаруженных объектов. Напомню, в конце августа-начале сентября несколько сот северокорейских шхун подходили к берегам Приморья, чтобы укрыться от тайфуна. Многие лодки тогда не смогли противостоять стихии. Разрушенные рыбацкие суда находили на берегах Владивостока, на Ходке, а также в Хасанском районе. Между тем, плавучий док, который разломился на части и затонул в поселке Славянка на судоремонтном заводе, попытаются поднять на этой неделе. Напомню, 19 сентября в поселке Славянка при доковании разломился на две части и затонул плавучий док. На момент происшествия в доке находилось два плавсредства – сахалинский сухогруз «Восток» и большой морозильный рыболовный траулер «Пионер Николаева». Кроме того, в доке работали два крана. Из-за дифферента краны начали скатываться вниз. Один из них рухнул и частично разрушился. В кабине находилась крановщица. Работница серьезно не пострадала. Сейчас руководство завода ведет подготовительные работы по подъему затонувшего дока и планирует оценить ущерб. Информация, озвученная накануне на пресс-конференции инспекции по маломерным судам по закрытию купального сезона, стала поводом для разбирательства. Напомню, главный инспектор ГИМС по Приморью рассказал о двух вопиющих случаях безответственности на воде. Один из эпизодов связан с участием 37 детей. Подробности в нашем следующем материале. Следователи в Приморье выясняют обстоятельства летнего шлюпочного похода небезопасного сплава на шлюпках детей в акватории Приморья, в результате которого специалистам МЧС пришлось спасать 37 детей. Во вторник на брифинге главный инспектор ГИМС Приморья сообщил журналистам, что организация, назвавшая себя Юнармия Владивосток, организовала для 37 детей и пяти взрослых, поход на шлюпках из бухты Новик на острове Русский в бухту Баклан Хасанского района. Путь составляет около 50 километров. В результате ненадлежащей организации шлюпочного похода от острова Русский до побережья Хасанского района Приморского края были поставлены под угрозу жизни и здоровья 37 несовершеннолетних его участников, а также потребовалась помощь спасателей. Следственными органами организована доследственная проверка. По словам сотрудников МЧС, предприимчивые горожане сами организовали поход. В итоге организаторы вместе с детьми вышли из бухты Новик и пересекли Амурский залив. Когда они стали подходить к Безверхово, несовершеннолетние устали грести и выбились из сил. Участники похода связались с ГИМС. Поскольку никакого сопровождения у шлюпок не было, к ним были направлены катера. Детей в итоге разместили на базе отдыха Тёплое море, где они смогли поесть и переночевать. Нам пришлось на это реализироваться катерами. Затем глава Хасанского поселения выстроил полёк перехолок в Тёплое море, базу Лаврыхов. Тёплое море предоставили полностью туда их подкащили, полностью место ободрили, накормили. Организаторы мероприятия не проинформировали заранее о своих планах МЧС и уже в море создали угрозу жизни участникам похода, который, кстати, был устроен на платной основе. Более того, оказалось, что организации под названием «Юнармия Владивосток» и вовсе не существует. Об этом спасателей проинформировала прокуратура. Следователи намерены установить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Алексей Заровны. Новости на Восьмом. Тем временем более тысячи настоящих юнармейцев провели начало осени во Всероссийском детском центре «Океан». Многие впервые улетели так далеко от дома, чтобы принять участие в фестивале под названием «В центре событий», который проходил на берегу Японского моря. Одновременно здесь проводились всероссийские слетка детских классов, школа «Юнг», программа «Юнармейские маршруты», фестиваль российского движения школьников. У каждой дружины была своя программа, ребята проявили себя максимально ответственно. Так, например, за кубок командующего Тихоокеанским флотом по морскому многоборью девчонки боролись наравне с парнями. Юные патриоты на днях уже простились с океаном и друзьями, но и в родных краях продолжат следовать принципам юнармейского братства. Минобороны России опубликовало видео применение новейшей противокорабельной ракеты – истребителей Тихоокеанского флота на морском полигоне поразили такими ракетами мишени, изображавшие вражескую эскадру. На видео четырехметровая ракета врезалась на отстройку обреченного на гибель судна, списанного траулера. Взрыв разметал обломки рубки далеко вокруг. К слову, дальность полета данной ракеты – до 260 километров. На маршевом участке она следует по заложенному в память маршруту, сверяя его. А при подлете к цели включается радар головки самонаведения. Новое вооружение разработано для применения с кораблей береговых комплексов «Бал», самолетов и вертолетов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Тихоокеанский медицинский конгресс проходит в Приморской столице. Его участниками стали около пяти тысяч врачей. Главную видовую площадку на Орлиной сопке собираются закрыть, а бывшие корпуса Политехнического института могут снести. Здесь планируется стройка музейно-театрального комплекса. Закрытие меридианов Тихого ограничит четверг движение и парковку транспорта в центре Владивостока с 16 до 21 часа. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Тихоокеанский медицинский конгресс проходит в Приморской столице. Его участниками стали около пяти тысяч врачей. Главную видовую площадку на Орлиной сопке собираются закрыть, а бывшие корпуса Политехнического института могут снести. Здесь планируется стройка музейно-театрального комплекса. Закрытие меридианов Тихого ограничит четверг движение и парковку транспорта в центре Владивостока с 16 до 21 часа. Семьи с двумя и тремя детьми смогут получить ипотеку под 6%. Льготные ипотечные кредиты с такой ставкой вошли в нацпроект «Демография» и будут поддерживаться до конца 2024 года. Утвержденный постановлением правительства лимит на выдачу таких кредитов составил 600 миллиардов рублей. По информации РИА Новости, специальная программа была создана для семей, где рождается второй или третий ребенок. Крупнейшее мероприятие в жизни медицинской общественности Дальнего Востока проходит в эти дни во Владивостоке. Участниками 15-го Тихоокеанского медицинского конгресса остали около 5000 человек. Здесь обсуждают важнейшие проблемы современного здравоохранения, внедрение новейших достижений в диагностике и лечении заболеваний, эффективность и безопасность применения лекарственных средств и многое другое. Своим мастерством с дальневосточными коллегами делятся ведущие российские и зарубежные специалисты – кардиологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, психиатры, неонатологи. Также доклады читают специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие. Конгресс стал масштабной платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов разных сфер медицины. В рамках мероприятия были названы лучшие врачи года и определены лучшие клиники Приморья. Конкурс «Клиника года» и «Врач года» для меня, конечно, неожиданно было, что вообще кандидатуру выдвинули. И вообще это, с одной стороны, так очень трепетно, даже можно так сказать, волнительно. И вообще спасибо большое, что вы меня поддержали, мои пациенты поддержали, мои коллеги. Как все время говорится, что главное не победа, а участие, это одна ситуация, а другая, каждая награда это какой-то случай, даже не то, что случай из практики, это какой-то, так как я эндокринолог, и первая моя, так сказать, чаще всего я сталкиваюсь с ситуацией, это все-таки сахарный диабет, это те пациенты, которые компенсированы, это беременности, которые разрешились родами у пациентов к сахарным диабетам. То есть это ситуация достаточно, каждый день это какие-то малые радости. Вот эта вот награда, конечно, она действительно дается всегда тяжело, да. Ну, я впервые участвую в этой номинации, так сказать, и впервые получила диплом. Ну, значит, ну, наверное, признание моих, моих талантов, качества моих работы, оценили качество моей работы. Учебные корпуса ДВГТУ, спортзал, учебный центр по деревообработке, и даже молодежный центр с огромным граффити леопарда, расположенный на Орлиной сопке, подлежат списанию и сносу. Объекты по адресу Оксаковская, 3А и 3В попали в этот список для освобождения земли под строительство национального музейно-театрального комплекса. Соответствующее постановление правительства опубликовано 24 сентября. Напомню, во Владивостоке собираются строить музейно-театральный комплекс, которым разместятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи Русского музея. Финансирует строительство фонд «Национальное культурное наследие». Общая площадь зданий, подлежащих сносу, превышает 20 тысяч квадратных метров. На время строительных работ закрыта и окажется и главная видовая площадка на Орлиной сопке. Сносить здания будут за счет средств фонда. Начаться работы должны в 3-4 квартале 2018 года. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022. После строительства все объекты станут федеральной собственностью и будут переданы в аренду фонду на 49 лет. Во Владивостоке прошел конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года-2018». Его финал состоялся в актовом зале детского сада номер 26. К слову, именно в этом дошкольном учреждении 8-й канал снимает свой научно-популярный проект для самых маленьких миллион вопросов, и мы не смогли пройти мимо такого важного в жизни владивостокских педагогов события. Подробности в следующем сюжете. Танцы, костюмированные представления, песни и выступления. Для детского сада номер 26 26 сентября стало днем особенным. Десятки взрослых и детей собрались в актовом зале. Среди гостей мероприятия был замечен даже профессор педагогики вдальвосточного федерального университета Михаил Невзоров. Что происходит? Этот вопрос съемочная группа 8-го канала задавала всем, но ответили лишь самые инициативные родители. Наш садик «Львенок» принимает мероприятие «Воспитатель года». Финал этого конкурса. Сегодня пять конкурсантов представили свои эссе творческие, их защитили, отвечали на вопросы родителей. Светлана не просто мама. Она вместе с другими активными родителями задает выступающим в рамках профессионального конкурса педагогам непростые вопросы. Как и зачем ладить с детьми? В чем состоит задача воспитателя и как не войти в противоречие с мамами и папами? Пять участниц финала конкурса «Воспитатель года» отвечали по-разному. Кто-то в форме лекции, кто-то пел песни, другие даже решили сменить амблуа. Я замечательный воспитатель, идеальная женщина и самодостаточный человек. Я прекрасно разбираюсь в детях, понимаю, что они чувствуют, хотят или не хотят. Профессионал своего дела в образе Мэри Поппинс очаровала не только жюри, но и всех присутствовавших в актовом зале детсада. И не применула рассказать, почему выбрала для конкурса именно такой способ донесения своих профессиональных мотивов. Я хотела показать, что воспитатели остаются, как и в былых временах, так и сейчас, воспитателями, кто любит детей, ценит их, дарит им свое тепло и сердце. То, что образы всех воспитателей, они собирательные. И я из каждого образа взяла по чуть-чуть и сама воплощаю это в свою профессию. После небольшого перерыва все отправились в соседний спортивный зал. Здесь развернулась ярмарка, которую сооружали дети вместе со взрослыми. В праздничной обстановке мы смогли пообщаться с сотрудниками других детских садов. Работники дошкольного образования с удовольствием отметили хорошую подготовку всех участников конкурса педагогического мастерства и важность самого мероприятия. В жизни любого педагогического работника дошкольного образования вот самое, что есть важное в году, это именно конкурс «Городской воспитатель года». И для нас, для нашего учреждения этот день вообще наиболее значим. Почему? Потому что мы участвуем первый раз. Детский сад номер 26 в этом году стал не только ареной для конкурса «Воспитатель года». Восьмой канал снимает в стенах дошкольного учреждения научно-популярный проект «Миллион вопросов», где самые маленькие пытливые умы отвечают на вопросы, которые не всегда под силу даже взрослым. Ну а результаты конкурса будут опубликованы на сайте администрации Приморской столицы. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Владивосток – столица морской бутылочной почты. Новый туристический бренд пришелся не по нраву экологам. Они считают, что такой сервис может навредить окружающей среде. Но автор идеи уверен – стеклянные сосуды никому не помешают. Запечатанные в бутылках письма рано или поздно выловят и доставят до адресата. Подробности в сюжете Дмитрия Беломестного. Город-порт Владивосток смело заявляет «Я – столица морской бутылочной почты». Зарождается новый и, можно сказать, уникальный туристический бренд на Дальнем Востоке. История спустя более чем столетия вновь возродилась благодаря открытию уникального в своем роде проекта – Министерства морской бутылочной почты. Автор проекта Валерий Сушков совсем не похож на министра. Вместо строгого костюма – полосатая футболка. На столе пустые бутылки и конверты для писем. Работа, признается, не пыльная. Да и правила устанавливает сам Валерий. Поэтому может позволить себе свободный стиль одежды и два кабинета. Один на суше, второй в открытом море. «В Японском море, залив Петра Великого, яхта «Пепелакс» на приеме». К слову, здесь работа куда интереснее. В судовом журнале отмечают силу ветра. На борту капитан яхты сбрасывает якорь и собирается отправить очередное письмо в море – в свободное плавание. Вот правда, ценят романтику прошлых лет далеко не все. Экологи всерьез переживают. Говорят, что на страницах романов такие послания смотрятся органично, но точно не в акватории, где и без этого мусора хватает. Море любит отважных. Сам Валерий смело закрывает глаза на мнение скептиков и стоит на своем. Неожиданным для министра стала поддержка от краеведов, которые напомнили, что именно во Владивостоке больше столетия назад отправили в море более 10 тысяч бутылок. В далеком 1897 году было создано Русское гидрографическое общество. Позже под его эгидой была организована работа по изучению течений Тихого океана с помощью таких морских почтальонов. Контролировать способ передачи сообщений невозможно. Бутылка с посланием может оказаться где угодно – в Японии или у берегов Кореи. Поэтому каждому письму прилагается специальный сертификат на пяти языках с полной информацией, где указано, откуда отправлена и куда направляется необычная корреспонденция. Отметим, что поздравления с днём рождения или признания в любви не получишь точно в срок. Но если только почтальоны постараются и доставят письмо привычным способом. Письмо в подтверждение выбросанной бутылки в акватории Японского моря, залива Петра Великого. Я надеюсь, вы его в скором времени получите. В ближайших планах у Валерия Сушкова провести первый всемирный фестиваль бутылочной почты, открыть всемирный музей и даже установить единственный в мире памятник в честь такой корреспонденции. Кстати, эскиз монумента уже подготовлен, причём в соавторстве с одним из ведущих скульпторов России, но пока держится в строгом секрете. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Подходит к концу первый осенний месяц. По прогнозу синоптиков, последние сентябрьские выходные в Приморье ожидаются облачными и дождливыми. Днём в субботу, 29 сентября, погоду испортят фронтальные разделы, которые вызовут местами небольшие и умеренные дожди. В воскресенье, 30 сентября, ситуацию усугубит выход на побережье циклона, пройдут дожди в южной половине сильные. Возможны грозы. Облачности дожди ночную температуру повысят, а дневную понизят от 1 до 4 градусов. Во Владивостоке в эти выходные облачно и дождливо. В субботу пройдёт небольшой и умеренный дождь. В воскресенье осадков будет больше, их интенсивность увеличится. Не исключена гроза. Ночные значения температур будут в пределах плюс 12 и плюс 15 градусов, днём не намного выше. Тем временем синоптики продолжают следить за тайфуном Траме. По одной из версий, в ночь на понедельник он выйдет на юг Японского моря, в дальнейшем пройдёт над севером Японии и уйдёт в Тихий океан. На погоду Приморья тайфун прямого влияния не окажет, но может усилить ветер. Информация будет уточняться. В четверг, 27 сентября, из-за церемонии закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке на 5 часов перекроют дороги и запретят парковку по ряду центральных улиц. Ограничения будут действовать на пограничной Светландской набережной и Тигровой с 16 до 21 часа. Водители просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок. Объехать перекрытые участки дорог можно будет по Олеутской, по Сьетской, Первой морской, Пограничной, Батарейной и Семёновской. И далее к новостям спорта. Российские BMX-еры могут выступить на Олимпийских играх. Мировые летние соревнования, которые примет Япония в 2020 году, впервые в истории пополнятся велосипедной категорией BMX. Один из лидеров этой дисциплины на днях приехал во Владивосток на местный экстрим-фестиваль и поделился своими ожиданиями от Олимпиады. Подробности у Максима Яковлева. Олимпийские игры 2020 года в Японии отметятся не только красочным спортивным шоу, которое умеют делать в этой стране. Главные международные соревнования в мире пополнятся целой чередой исторически новых дисциплин. Ранее Олимпийский комитет уже объявил о таких новинках, как карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг. Теперь же точно известно, что появится в программе и велосипедная дисциплина BMX. В таком необычном виде спорта большие шансы заявить о себе будут и у нашей сборной. Это, например, Константин Андреев, один из главных претендентов на участие в Олимпиаде и один из лучших BMX'еров в России. За свою десятилетнюю карьеру спортсмен успел побывать на соревнованиях в самых разных точках мира. Имея большой багаж опыта и знаний, Костя смело заявляет, русские в этом виде спорта едва ли не лучшие на планете. За рубежом нас боятся. Раньше было такое, что самые сильные были австралийцы, и действительно все понимали, что в Австралии там всё серьёзно, а теперь тоже самое говорят про Россию. Потому что из года в год, с каждым месяц появляются какие-то новые ребята, новые таланты, которые удивляют делать то, на велосипеде такое, чего мир ещё не видел. Кстати, речь идёт именно о BMX-фристайле – дисциплине, в которой перед спортсменом стоит задача за определённое время показать на рампах все трюки, на которые он способен. Не случайно Костя приехал в Владивосток в качестве одного из судей экстрим-фестиваля «Мосты». Традиционное мероприятие в этот раз отметилось рекордными показателями как в количестве участников, так и в качестве исполнения трюков. Местное экстрим-сообщество по-хорошему удивило питерского велосипедиста. Ребята, как эксперты, очень оценили наш уровень катания и сказали, что в городе он очень хороший, очень хорошее катание, но, конечно, не хватает инфраструктуры, новых площадок, больших площадок, потому что на международной арене, на мировом уровне наш парк, хотя является самым большим на Дальнем Востоке, но тому формату он, конечно, уже не соответствует. Стимулом к формированию новых площадок станет тот факт, что Владивосток в ближайший год сможет стать адаптационной зоной для этих самых олимпийских велосипедистов, которым отсюда до Японии будет рукой подать. Я думаю, у нас все шансы, даже сейчас мы находимся на втором месте в мировом рейтинге, ну, в национальном, и если так все пойдет, то мы точно будем на Олимпиаде. А если мы выведемся на первый, то два человека поедут. Это или я, или Ирик Рязаев, парень из Казани, либо Алексей Никулин. Что же касается местных БМХ-серов, скейтбордистов и любителей самокатов, то о них тоже скоро узнают за рубежом. Организаторы фестиваля «Мосты» собираются через год сделать его международным и проводить на новой большой площадке. И, возможно, уже через несколько лет представлять российскую сторону в экстремальных дисциплинах на Олимпийских играх будет и Приморье. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Сохранение гарантий для приморцев предпенсионного возраста, доплата к пенсиям, компенсации расходов многодетным и многое другое предусмотрели для жителей края. Парламентарии собрались на сентябрьской сессии и обсудили большой блок социальных вопросов. Шлюпочный поход с русского острова в Хасанский район обернулся проверкой. Следователи заинтересовались историей о спасении 42 человек в Амурском заливе. Во Владивостоке зарождается новый туристический бренд. Город Порт может стать столицей морской бутылочной почты. А вот фотографий с видом на Золотой мост может стать меньше. Во Владивостоке закроют главную видовую площадку на Орлиной сопке. Здесь планируется стройка музейно-театрального комплекса. Тихоокеанский медицинский конгресс проходит в Приморской столице. Его участниками стали около 5000 специалистов. Закрытие меридианов Тихого ограничит четверг движение и парковку транспорта в центре Владивостока с 16 до 21 часа. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Кимоно, аниме, суши, кавайный. Реалии японской культуры хорошо известны всем жителям приморской столицы. На просторах интернета Владивосток не зря называют знатоком восточной культуры. Однако и влияние славянской цивилизации не обошло страну восходящего солнца. В Токио в Православном соборе появилась лучшая звонница в Азии. На колокольню Кафедрального собора Воскресения Христова в столице Японии, известного также как Николай До, подняли отлитые в России новые колокола. Всего из России привезли 11 колоколов весом от 5 до 450 килограммов. Первый звон прозвучал утром 23 сентября. Православный перезвон прямо из сердца Японии слушаем прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Отец Антоний, один из первых звонов на новой звоннице, Николай До, Токио. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»